обязательная программа закончилась как фигурном катание сейчас произвольная то джазва импровизации из этюдов супер ментальной жизни нашел это я очень люблю вот обязательно программа навсегда идет тяжело но он просто необходимо да есть вещи которых надо сказать четко но больше я люблю свободный полет с какой радостью описал этюды супер ментальной жизни как тяжело идет история вот там все понятно что ясно все все ясно но вот когда все ясно писать не очень хочется но я понимаю что надо хочется не хочется сижу по страничке в день не всегда удается а так три-четыре страницы в день вообще рекорд писатель по 2 страницы в день пишет но писатель такая норма а я по 4 писал три раза садился утром после обеда и после ужина а теперь дай бог до обеда чуть-чуть ну и после обеда немного вот все как-то поменялось ритм другой ну ладно больше хочется ничего не делать и это счастье когда такое удается а некоторые говорят как это ничего не делать надо обязательно что-то делать ну может быть вам сейчас и обязательно но потом поймете вообще о чем я говорю когда выполнить все обижать на программу вот тогда и кое-что меняется ну ладно начинается с отдачи себя заканчивается отождествление молить его больше не о чем познавать то есть воспринимать нечто чуждое не надо ты сам становишься его то есть божественной волей ну надо сказать что последовательная работа на пути смиренной сдачи в руки всевышнего постепенно приводит к полному отождествление с ним что ли если хотите ли с тем миром который он правит и тогда и молитву же не действенное бти петты постоянно находится в молитвенном состоянии умолчит и становишься действительно совершенным проводником его воли то есть ничего в жизни с участием ума ты уже не предпринимаешь мне трудно себя представить как что такое включить ум для того чтобы что-то сделать решить что-то сделать я этого не понимаю я понимаю что вы не понимаете как без ума что-то делать я вас прекрасно понимаю был таким знаю но теперь я не знаю это просто невозможно включить ум для того чтобы вот что-то предпринять но что нет дилемм нет выборов нет логики никакой просто делаешь делаешь и делаешь говоришь и говоришь молчишь тоже как бы его воля понимаете да очень сложно это состояние новое объяснить и вот когда ты действительно полностью отождествляю с его волей то таком случае тоже молитва может служить помехой там все молитвы и обращение к нему там с просьбой с какой-то да хотя временами случаются ситуации когда нужно к нему обратиться но это опять таки можешь сказать необязательно потому что все само по себе как-то устраивается чудесным образом вот о том что достигнутая тобой в новом качестве отождествление с господом может достигнутому тобой в новом качестве посредством отождествление с господом может помешать даже молитва в частности говорили и серафим саровский поисий святогорец они как и многие другие христианские праведники говорили о молчании ума как о самой действенной молитве молчащую молитвенную так вот преподобный серафим саровский в беседе с одним молодым монахом пояснил это на очень простом примере он сказал следующее вот ты призываешь призываешь бога зовешь его в молитве зовешь зовешь ну на это могут года потребуется да но не полдня а он пришел наконец а ты все продолжаешь его звать приди ко мне приди ко мне это будет равносильно тому как ты долго звал в гости человека и он наконец я пришел пришел сидит напротив тебя за столом а ты глядя на него все продолжаешь его звать приди ко мне приди ко мне в гости понятно то есть наступает такой период вашей духовной жизни когда в общем-то молчащий ум это и есть самая самая действенной самое важное нужная молитва понят звать некого просить не о чем и вот тогда хочется просто ничего не делать понятно просто быть быть в этом новом состоянии быть в этом новом качестве это сложно вот для ума активного понять как это вот просто быть просто быть вот ничего не делая если человек открыт и поддерживает связь с божественным вибрация божественная дает его клеткам силу энергию если он достаточно спокойно и наполняет его благодатью в обычном же состоянии даже вибрации исходящие из того же источник из божественного источника превращается в боль в болезнь в неуверенность в нестабильность и в немощь вот евангелие от фомы спаситель касаясь именно этой темы сказал то что вы откроете в себе спасет вас то что вы не откроете в себе умер цвет вас то есть одна и та же сила из одного и того же источника резь безусловно идет о духе она способна либо оживить вас и одарить благодатью либо вас погубить понятно одна и та же си тоже как болезнь болезни лекарства в общем то сегодня вот в мире болезнь и лекарства болезни от кристаллизации того что на астральном плане накопилось накопилось вот наши человеческие негативное излучение они же должны как-то материализоваться в очень простых формах материализация происходит в вирусах там все это молекулу днк понятно вот очень просто это делается и в то же время лекарства одновременно увеличивается напряженность божественные силы ясно ну и соответственно с увеличением напряженности ну как пел высоцкий если хилый сразу гроб не открыт духу все чем бы ты ни занимался если не стяжаешь божественную силу если не открыт этой силе то ее напряженность в периоды всяких эпидемий она возрастает и соответственно деструктивное действие на организм оказывает и все ваши слабые места места врачевания этой силой когда вы открываетесь ей они действительно становятся патологическими очагами приводящими печальным последствиям понятно нет все достаточно просто элементарно просто во все времена это был от естественный отбор его никто отменить не может вот шевробиндос присущим ему юмором говорил что сумасшествие ближе к божественному чем здравый смысл ну люди живущие исключительно здравым смыслом безменно далеки от господа их рациональный ум не в состоянии вместить даже мысли о возможности существования чет запредельного неподвластного их уму а несколько сумасшедшим человек может стать от неожиданного прикосновения к нему божественной силой на эти вот так капнула в макушку разлилось по телу и такой вот сумасшедшей радостью ты наполняешься неожиданно совершенно вот хотя во всей полноте ты не можешь это вместить ну вот такое легкое сумасшествие спонтанный выход индивидуального сознания во всеобщее сознание но в так называемую нирвану делает вас на времени совсем адекватном реальности человеком однако в этом случае есть опасность и в самом деле подвинуться умом если вами полностью владеет враждебные силы когда вы уходите в пространство над головой ваше сознание вдруг туда выпархивает какой-то тренинг вы проходили то это входные ворота для враждебных сил понятно вы не защищены вот опасность всех этих мероприятий психоэнергетических тренингов это затеряться в пространстве над головой такой сумасшедшей радости поначалу а потом стать игрушкой враждебных сил хотя это весело вроде тренинги веселые замечательные холотропное дыхание слышали о таком опасная вещь очень опасно вот на моем примере я могу сказать что сумасшедшим от фонтанирующий в тебе радости становишься сразу после духовного рождения у меня это процесс в острой форме протекал вот а когда новое восприятие мира буквально врывается в тебя и ты не знаешь как его вместить как его выразить холодильник начинаешь обнимать там ну все чего угодно весь мир живой счастье великое но постепенно частью это временное сумасшествие проходит но постепенно но зато первые там двое суток это вообще фонтанирование не дай бог вот я в метро поехала хочешь каждого обнять все сидят угрюмая я хочу обнять искать да что ты парень ведь все так хорошо на этом свете мне-то хорошо а ему-то каково понимаете вот так что вот такие ситуации бывает немножко сумасшедший конечно лучше чем человек живущий здравым смыслом тот совершенно забронирован от воздействия чего-то благодатного все он только в уме и все ум и царь и бог и вообще все а без ума то оказывается гораздо легче ну что евробинда сеял семена те кто может подобрать их ждет долгий медленный труд говорит ну первые все полноценные семена на духовной нею спаситель посеял его ближайшие ученики многие христианские праведники продолжили эту работу и кошки евробинда равно как и мать тоже можно отнести к числу сеятелей но не сеятелись и господь все по силе ну как бы окорбляющий вот тех в ком они посеяны для того чтобы они прорасту наверное это важно и все что они оставили нам своих трудах это то что действительно способствует взрастанию семян духа посеянных земном человечестве это обращение к нам сегодняшним к тем кто ищет правильные ответы на извечный вопрос кто виноват и что делать виноват оказывается мы сами в том в каком плачевном состоянии мы находимся да а что делать на только заняться духовным деланием ясно что делать и как делать то все сегодня понятно и те кто решится заняться этим всерьез ждет благодатный труд благодатный труд на пути сознательной духовной революции где им предстоит сделать массу удивительных открытий просто удивительных открытий этот путь который имеет начало но не имеет конца здесь на земле конца ему не предвидится главное я бы сказал мне предвосхищать того что с вами должно произойти оставить всякие ожидания ставить сомнения и тогда при правильной вашей работе на пути все будет происходить вовремя никак не раньше это что поведали нам мать и шли евробин это самое большое откровение нового времени нового времени я подчеркиваю в части касающейся практической реализации истинного предназначения человека на земле это самое большое откровение пожалуй со времен спасителя именно откровение то есть вот такой новый что ли импульс для правильной духовной реализации для меня это было так нигде и ни в чем я не мог найти того что меня буду удовлетворила в части реализации моих возможностей духовных книга сад према штеуробинда и путешествие сознания меня буквально спасла нормальным языком нового времени по сути было изложено учение спасителя никогда я прочитал евангелие от иоанна то есть новозаветное по-настоящему евангелия понял вот она это тоже самое то же самое никаких противоречий я не встретил рассказав о нисхождении супраментального штеуробинда сказал что надо подготовить посредника между нашим ментальным состоянием и супра ментальным миром ибо если мы прямо войдем супра ментальный мир изменения будет настолько резким что физическое существо в силу самого свои самого своего устройства не вынес этого нужен посредник и мои опыты говорит мать только подтвердили это так вот своеобразным посредником между ментальным состоянием и супра ментальным миром является новое тонкое вибрационное тело которое нарабатывается в коконе физического тела посредством нисходящей силы вот он посредник в смертном теле которая ведома нашим умом ментальным по сути витальным состоянии до пребывающим нарабатывается носитель нового супра ментального сознания посредник между смертной жизнью и жизнью вечной и поставление физического тела вот это вновь проявленная наработанная структура с новым сознанием продолжает существовать без потери памяти индивидуальности на любом плане бытия понятно во что ее ни один смысле одежки материальный понятно вот что нам надо за время пребывания на земле сделать это наша задача поставлена перед нами господом и это новая вибрационная структура которую вы когда отождествились с ней и она проявилась вас до называете собою совершенно по-новому взаимодействует с окружающим миром уже не с задержкой во времени еще из посредства физиологических орган чувств центральной нервной системы а практически мгновенно на волновом или вибрационном уровне совершенно другой способ восприятия другой способ взаимодействия с окружающими здесь сейчас вы понимаете да реально а проявленная деятельность речь двигательное действие мышление соответственно поведение реализуется спонтанно без участия ума в режиме сверхсознательной психической деятельности как мы назвали этот режим да в нашей новой концепции релятивистской психической деятельности без задержки абсолютно безошибочно и при этом физическое тело тесно соседствуя с вибрационным носителем потому что вибрационный носитель ну как бы он на другом плане но будем дальше в контурах тела все-таки он присутствует правда растекаюсь везде до в беспредельность но физическое тело пребывая в новой энергообменной среде меняет свою физиологию физиологии дыханию физиология коробращения физиологии обменных процессов существенные изменения наблюдается биохимические да и соответственно получает максимум возможного оздоровления понятно наверно а расставание с физическим телом при так называемой смерти в этом случае будет абсолютно безболезненно мы бы уже при жизни на материальном плане бытия ты фактически теряешь связь с этим телом ты не она давно уже не она он просто она просто как инструментом нового сознания то есть по сути при жизни ты с ним развивался и вот я говорю что вот где-то год назад у меня было шина удивительное переживание фантастическое переживание мне хотелось ничего не делать лечь в постель и такое благодатное было состояние и оставить это тело вот просто оставите все без всяких проблем это было радостью вот такой внутренней то есть мне было продемонстрировано что не будешь то мучительно умирать в коточек цепляться за жизнь ляжешь и все с радостью отойдешь туда где тебя давно уже ждут ну там выписывают петь командировки понятно да вот это тут засидишься вот а те пора уже ехать куда-то на альфа центавру ну там тоже нужны серьезные люди туда ну мало ли что там планеты тоже вращаются ясно там что же надо помогать кому-то так что готовьтесь командировкам межпланетным межзвездным вот так что расставание с телом для человек который работает на пути по-настоящему этом я не знаю это как вот в сон погрузиться каждый вечер в сон погружаетесь если с радостью погружаетесь но это хорошо ясно вот так и все остальное будет благодать что а переживание удивительное было как сдадите выпускной экзамен то никаких проблем расставания с телом не будет разница между нашим теперешним состоянием и тем новым настолько велика что потребуется адаптация у нас сказать что пребывание здесь на земле в новом вибрационном теле помещенном в кокон физического тела и есть процесс адаптации к вибрациям нового мира процесс адаптации к новой форме существования и соответственно восприятие окружающего материального мира при этом про тации то есть последовательная эволюционная трансформация происходит без каких-либо стрессов постепенно по мере вашего переселения или поискать по мере переселения вашего сознания индивидуального из физического тела вибрационная сначала в физическом теле потом на время в новом состоянии потом опять вернулись физическое тело потом чуть больше пребываете в новом состоянии сознанию такой процесс постепенной адаптации месяцы могут потребоваться понятно не сразу вас в новое состояние выбрасывают как духовное рождение в один момент в один миг вы в новом состоянии окажется здесь нужен процесс адаптации принципиально новое восприятие мира и соответственно взаимодействие с ним ответная реакция понятно постепенно идет адаптация нормально тоже предусмотрено свыше что вас не ошарашить в одно мгновение потихонечку потихонечку приучить к тому как это будет в дальнейшем где удаешься как все тонко господом продумано все тонко продумано без нашего участия когда я действительно хочу получить впечатление от книги то открываю ее на любом месте читаю первую страницу последнюю возвращаясь к началу это неважно я просто хочу сказать если в этой книге сила ну сила с большой буквы так вот новое сознание действительно чувствует любую книгу на уровне вибрации обложка название книги сам текст ими фамилии автора несут себе полную вибрационную информацию под полной информации может быть от обложки от фамилии автора там от предисловий понимаете вот сразу видно надо ли брать эту книгу в руки или не надо ну я говорю о новом сознании понимаете в старом сознании ты можешь массу всякая литература почитать эзотерической духовной псевдо духовной понимаете да пока нет развлечения между тем что есть истина что есть ложь но в новом сознании уже ошибиться невозможно что можно брать в руки что уже не рекомендуется или вредно понятно да вот выбирая название для своей первой книги написанной в девяносто пятом году а изданная спустя шесть лет 2001 году книга свобода от смерти до первая моя книга на было написано в девяносто пятом году то есть спустя пять лет сначала моя работа на пути выбирая название для нее я первоначально имел сорок восемь вариантов названия их выписывал сорок восемь вариантов названия потом остановился на 5 5 оставил и наконец составил одно максимально насыщенный на мой взгляд трансформирующей силой свобода от смерти то есть то что я испытал момент духовного рождения вот в этой книге она в названии этой книге как раз и отразилось то есть я освободился от смерти от ее гнетущего давления то есть я момент духовного рождения осознал что я всегда был есть и буду все то есть свобода от смерти писаете название нормальная а в редакции женщина которая оформляла эту книгу александр васильевич какой-то странный у вас название то есть вы призываете к самоубийству что ли убил себя и освободился ну бывают люди с извращенным сознанием ну я естественно это же имел виду понятно а вот она вот как-то вот так извращенно поняла но я думаю что вы не понимали так это назвать нормально приняли нормально до свобода смерть смысле освободиться от нее не от жизни освободит чтобы получить свободу а смерти освободиться вот видите как вот так что разные люди с разным восприятием способны вот одно и то же вот перевернуть да наоборот бывает такое бывает книгам в которых нет трансформирующие силы обращаться просто бесполезно а книгам в которых перемешана ложь с вкраплениями истины есть такие книги безусловно крайне вредно даже опасно особенно людям с незрелым сознанием то есть они могут неправильно это интерпретировать и ориентацию неправильно получит понимаете да особенность ощущается попытки автора прикрыт вуалью духовности откровенно демонические сентенции а потому для начинающих рекомендуется только родниковые источники истины чтобы бацилла демонизма не проникли в их сознании самых первых шагов работ на пути так что будьте внимательны и разборчивы при выборе литературы не все что удовлетворяет ваше витальное элементальное г полезно для роста собственной души его это может понравиться но для роста души это может быть вредно крайне вред понимаете и до тех пор пока вас не откроется орган который способен безошибочно различать качество вибраций исходящих из текста до при выборе круга чтения следуйте советам сведущих людей когда мне приносит какую-либо книгу и спрашивать знакомы ли я с ней то я мгновенно протестировав ее отвечаю к счастью не знаком мне бы почему к счастью ну я бы если бы это надо было меня бы с ней познакомили знаете вот как-то знакомство с книгой приходит совершенно неожиданно где-то откуда-то и не по твоей инициативе тебе кто-то приносит но вот это по качеству вибраций которого допустим не далеко к счастью не знаком как вы даже ее не открывали ну вот так так бывает это неизменно вызывает у людей удивление видимо на им пришлось по душе поэтому они с радостью мне принесли им это нравится мой ответ их разочаровывает ну ничего страшно шнеур обин да не способны к прогрессу так и останутся в грязи созданные между самими можно быть неспособным к духовному прогрессу по причине незрелости души понимаете да не все зрелые не все души достаточно зрелые чтобы иметь сердечное стремление к духовной реализации можно попросту игнорировать духовный прогресс в силу гипертрофированной эгоистичности сознания но в любом случае если человек отказывается неважно по какой причине стать на путь сознательной духовной эволюции он живет в том грязном мире который создал самый винить кого-либо в этом абсолютно бессмысленно когда живешь неведение безусловно создаешь грязь вокруг себя вы поняли да почему это неизбежно ну так не бывает чтобы этой грязи не было каждый по себе это знает мы проходили это я знаю о себе у ее сколько знаю сколько вам и не снилось вот во всех аспектах своей жизни вот а умножающаяся грязь и удушающие несовершенство окружающего мира для духовно одаренного человека напротив должны сдать стимулом для начала сознательной духовной реализации когда вы это видите видите это в себе видите это в окружающем миру это служит стимулом для начала сознательной духовной работы сила сжата когда я заглядываю вперед у меня появляется любопытное ощущение тела и атмосферы они плотнее компактнее физического это вообще новое творение мы думаем что она будет эфирном нет неверно с научной точки зрения рост плотности кажется ересью мне кажется несмотря на компактность тяжести не будет с научной точки зрения это бессмыслица но я чувствую очень компактную атмосферу вот она здесь замечательно как самый совершенный прибор а человеческое сознание очищены от эгоизма самый совершенный прибор восприятия мира она точно передает свои ощущения от пребывания в новом вибрационном теле не путать с астральным эфирном тонким физическим это совершенно не то новая вибрационная структура это тело действительно высочайшей вибрационной плотности то есть а высочайшая вибрационная плотность за счет вибрации очень тонких чем тоньше и тоньше вибрация да тем более плотным и компактным структура становится понятно или нет это действительно удивительная вещь то есть до обретения полной энергетической прозрачности компактность этого нового тела которое до времени находится но в контурах физического тела совершенно очевидно потом когда прозрачность обретается но как бы растекается вовне уже не чувствуется этой плотности потому что вся эта плотность как бы распределяется и размазывается куда-то далеко далеко в пространстве а пока это внутри физического тела пока нет прозрачности это плотность действительно что такое плотное до шевелиться начинает как бы беременность ощущаешь новой жизнью новой структуры а потом она россии куда-то улетела вот такие вполне реальные ощущения новой жизни и же про ментальный сил действительно очищаюсь очень высокой плотности от становится понятным и особенно ощутимо при ее проникновении в наше тело через макушку головы а все в виде серии каких-то порционных продавливания макушку гола очень плотной капли крокет спускается вдоль позвоночника то ощущаешь физически плотная плотная тягучая вязкая масса может напугать кто-то испытывал вот такие вещи не пугайтесь если испытывали напротив расслабьтесь открой сказать господи еще 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 давай давай нормально все в порядке вам не пугаться то есть физически ощущаешь капли входящие в макушку головы плотной вязкой энергии который проходит вдоль позвоночника мы просто физически это не фантазии вот такое есть действительно оказывать чем тоньше пространственная энергия тем выше и и вибрационная плотность вроде бы она должна быть легкой эфирной воздушная она очень плотная и в то же время удивительно легкой в ощущениях сама плотная в ощущениях легкость вот это парадокс на нового мира которым нет противоположности ясно все противоположности они как бы сливаются в нечто определенное не имеющие свойства этих противоположности вот такая абракадабра получается нет ни плохого не хорошего есть просто то что есть ничего одного не белого понимаете вот новое сознание но такое все противоречие в нем перестают существовать новый мед действительно имеет высочайшую энергетическую плотность но она становится не ощутимой невесомой когда ты полностью в нее погружен когда ты полностью пребываешь его атмосфере в этом убеждаешься приобретение полной энергетической прозрачности шаг за шагом восходя на вершину сознания ты соединяешься про ментальным и только тут замечаешь что она находится в глубине бессознательного таким образом это опыт без верха и низа но устойчивая трансформация трансформация физическая природа требует как правило нисхождение супра ментализированного сознания по уровня бытия так вот то что мы называем бессознательным есть такой термин у психологов это та дремлющая непробужденная часть материального сознания который нам в ощущениях не дается она есть но мы ее не ощущаем это тот самый низ эквивалент которого находится в верху точнее повсюду в пространство в каждой его точке вверх сосредоточенной в пространстве можно назвать трансцендентном безличном божественном соединение вверх и низа то есть то что разлито в пространстве то что находится в самой глубине материальности как раз и есть то что обеспечивает рождение новой тонкой вибрационной структуры два компонента то что в пространстве разлито повсюду это что плотно компактно упаковано в телесном подсознании в один момент по сути или постепенно правильно сказать в один момент начинается процесс проявляет носитель новой жизни носитель нового сознания вот такая интересная алхимия происходит пространственная разлитое невесомая вроде бы соединяется с тем что плотно упакованном нашем физическом теле поряд вот такие чудеса трансформации удивительные чудеса трансформации которые ты на собственной шкуре чем безболезненно и с большим интересом начинаешь наблюдать и процесс наработки или правильно сказать проявления нового тонкого вибрационного тела начинается с неисхождение физическое тело через макушку головы плотной супер ментальной силой при этом она под высоким давлением проследовательно проходит через все промежуточные планы сознания в конце концов достигает бессознательного где хранятся плотно упакованной супер ментальной вибрации те же вибрации но плотно упакованы то есть готовый строительный материал для проявления нового сознания там все есть уже физическом теле мы с этим приходим там есть и наша истинная сущность божественная центр вокруг которого кристаллизуется новое сознание новое сознание то есть бессмертная структура там же все есть представляете с этим мы приходим вот какое чудо то вот что интересного то открывается нам в процессе вот этого опыта удивительного опыта супер ментализации нашего существа таким образом вверх и низ замыкаются в физическом теле и в нем на тонком плане бытия рождается новое творение носитель жизни вечный просто вверх и низ соединяются и рождается новая структура вы тут никакого отношения вы к этому никакого отношения не имеете вы просто не мешаете работать той силе которой вы сознательно открылись я вопросов не задаете вы просто наблюдатель ум выполнил свою задачу задал главный вопрос почему я такой бедный и больной несчастный что мне делать ответ на этот вопрос есть замолчи ум и все будет в порядке все чё еще надо как он замолчит так и все но еще эмоции чуть-чуть приструните понятно вы можете стать великими бездельниками но просвещенными бездельниками бездельничать тоже надо с умом простите за тавтологию понятно как начнете бездельничать с умом всего проблем нет в одном можешь быть уверен мать к сад прямо обращается за пределами земной атмосферы и высшего разума ощущение вверх и низа пропадает вместо движения нисхождение или восхождение сознания происходит внутренние изменения вот когда в физическом теле через посредство супер ментальной силы окончательно соединяются вверх и низ в коконе физического тела идет строительство новой жизни носителя жизни вечной никакого метода для этого не требуется процесс протекает абсолютно спонтанно без вашего участия на фоне абсолютной ровности во всех частях вашего интегрального существа вами ощущается совершенно новая вибрационная атмосфера в которой вверх и низ условно говоря вверх и низ до перемешаны в абсолютно равных пропорциях это состояние является определяющим до вашего окончательного расставания с физическим телом то есть новом состоянии сознания понятие вверх и низ но там темное или светлые просто уже не существует это нечто однородное чем на полной благодатью почему-то как ни странно хотя свет и темень смешанный вот условно говоря верх и низ а это наполнено благодатью не такой не кричащий не шумной не экзальтированная вот такой тихой благодатью то есть верхняя и нижняя полусферы истины как бы вот в этом перемешаны в новом состоянии и в этом состоянии исчезает ощущение полярности мира деление его на дьявольской божественная мир своей основе един едином в божественной основе это наше разделительное ментальное сознание искажает его и не видит в нем божественную игру заложенная в смысл его существовать то есть игра бога в прятки самим собой это то это та игра в которую мы вовлечены мы земное человечество увлечены самого рождения я не входила в транс шневробинда тоже точнее в такой транс когда теряешь связь с физическим телом он шневробинда всегда подчеркивал это транс признак недостатка индивидуализации если сознание человек не пробудилась он то есть его тело впадает в транс вот правильная последовательная работа на пути сознательной духовной революции постепенное освоение индивидам вибраций восходящих и иных планов сознания происходит без потери связи с физическим телом то есть в полном сознании транс это все ты где-то в бессознательном состоянии что-то произошло ты очнулся и новое это перед тобой то есть никаких так сказать вариантов потери сознания вхождения в транс при нормальной работе на пути не наблюдается в транс входит незрелая оккультно-ориентивное сознание сознание напичканной но какими-то наркотическими веществами тогда может человек впасть в транс в беспамятстве непонятно что происходит потом забывать что происходило в беспамятстве то есть вхождение в транс в нашем случае абсолютно абсолютно нонсенс такого нет привержен сознательного транса в любой его форме рискуют навсегда распрощаться с перспективой духовного роста ибо их место пребывания в конечном счете становится деструктивно оккультный план со всеми вытекающими отсюда последствия то есть если входишь транс помощью каких-то специальных веществ препаратов до растительных препаратов то ты попадаешь неизбежно в лапа оккультных сил это факт искусство написание книг заключается в умолчании то о чем ты промолчал гораздо важнее того о чем ты сказал ну я бы сказал что прежде всего духовно ориентированная книга не должна быть пищей для ума она должна пробуждать стремление к практической духовной работе на пути сознательной духовной революции на пути в основу которого положено учение спасителя отцовстве божьем и жизни вечной да да именно на этом пути который является сегодня венцом духовных исканий земного человечества все иные предлагаемые вам варианты практической духовной работы можно назвать клубной самодеятельностью на эти вот самодеятельность клубная есть большие сцены понятно да но в искусстве ты год от клубная самодеятельность а то что за текстом книги за фасадом слов и предложение должна пребывать глубинная вибрация заложенная туда духовным сознанием автора вибрация который может быть уловлено только духовным оком читателя это безусловно самое главное в искусстве написание книг если читатель открывает своем сердце то что возможно неявно но в тексте выражено и это становится для него отправной точкой для духовных исканий значит книга своего адресата нашла то есть если книга побуждает сердечное стремление значит адресат найден почаще обращайтесь к рекомендованным нами родниковым источником истина они вам помогут раскрыть духовное око способное уловить то что скрывается в тексте за его я бы сказал буквенным выражением обязательно духовная у к там найдет нечто что в словах не выражено мое существо жаждет совершенство но не человеческого ибо это совершенство эго мне кажется что люди принимают за совершенство расширение своего эго преграждающий путь божественному совершенству и действительно люди ошибочно понимают под совершенствованием накопление всевозможных знаний в том числе духовных что является всего лишь раздуванием человеческого эго то есть потакание эгоистического способа существования этим особенно страдают интеллектуалы бездумные накопители знаний даже не подозревают что то к чему они так живо стремятся чем они так безумно увлечены закрывает им доступ к истине без практического духовного делания направленного на стяжание нисходящей божественной силы без последовательного умоления эго божественное совершенство невозможно клетки начинают дрожать они хотят вибрировать в унисон с истиной это больше чем просто необходимость именно нужда кажется что они заметили вибрацию истины и все тело напряглось но не в обычном напряжении а как будто пытается подобрать ноту по камертону ну клетки нашего тела клетки нашего физического тела и наша истинная сущность или психическое существо стремятся жить с некоторых под настроенными на божественную волну их сознание готово к этому но они долго не могут достичь этого состояния поскольку ограничивающих физическая материальность упорно и порой болезненно сопротивляется процессу эволюционной трансформации процессу настройки на божественную волну или на супер ментальную вибрацию настройка может быть относительно быстрый мягкой а может быть довольно грубой длительные болезненные зависимости от того где вы побывали и кем и чем были напуганы ваши клетки понятно если они не были ничем и никем напуганы то процесс адаптации или настройки на божественную волну физического тела мягкие и безболезненные если где-то побывали процесс может быть очень болезненным вот мать и сад прем очень переживали очень болезненный период длительной настройки клеток тела на божественную волну у меня такого не было когда я прочитал откровение сад прем а вот по поводу того как он ощущал супраментальную силу который входил у макушку его головы где он говорил что такое ощущение что раскаленный металлический лом в макушку вставляют и вдоль позвоночника его до самого низа проталкивает вот так он ощущал супраментальную силу я это прочитал из соответственно никаких у меня на этот счет не возникло сомнений что я откажу сделать то что надо делать ну лом так лом я был готов к этому металлическому раскаленному лому показалось все очень мягко и абсолютно абсолютно без болезни все очень мягкая без болезни понятно почему лом тоже медитация к верху клетки абсолютно незнакомы с нисходящим потоком а как только нисходящий поток пошел долго и мучительно потом супраментальная сил вот там этот раскаленный лом и появлялся ясно так что вас такие адские переживания не ждут понятно а я был готов и к этому дома ну ладно ну надо что-то делать то если они это перенесли то я могу это перенести ничего страшного нет живы остались еще говорят об этом так что я говорю что нету ничего страшно вообще нет никаких пугающих процессов их просто нет когда вы все правильно делаете согласно рекомендациям правильным рекомендациям понятно что физическое тело в целом стремится сохранить свою материальную структуру то есть смертную телесную вибрацию а каждая клетка в отдельности готова раствориться и быть поглощенной вибрациями истины вот каждая клетка готова от тела в целом как структура не готова понимаете вот отсюда вот такие болезненные процессы на телесном уровне вас тела как-то организуется какой-то единая вибрация клеточки готова к божественному идти даже как вывод в отдельности готова все человечество как-то не очень стремится к этому но например понятно и в конечном счете клетки одерживают победу и настроенные на божественную волну сдаются на милость всевышнему господу и с этого времени ваше физическое тело наконец-то обретает свободу то есть свободу жить по законам божественной гармонии если господь хочет чтобы мы шли до самого конца расскажем что было и никаких учений так вот чтобы погубить истину чтобы погубить истинное учение нужно создать школу или организацию который узурпирует истину и свяжет по рукам и ногам живое творческое начало индивидов духовная история человечества таких примеров уйма и как только группа людей пытается приватизировать божественное ну как им кажется божественно она тотчас испаряется путь к богу сугубо индивидуален а потому те кто его сознательно далее пусть просто расскажут расскажут как это было расскажет как стали на путь расскажут о знаковых переживаниям многом другом что встретилась в их практической работе расскажут и предложат как это осуществить а в остальном дело конкретных людей принять или отвергнуть предложенное никаких школ и учений быть не должно сейчас это настоятельное требование времени понятно никакого организованного продвижения к божественной истине быть не может чисто индивидуальная творческая работа читайте 7 аспектов пути там все написано это не учение это не попытка что-то организовать это индивидуальное свободное творчество в правильном направлении ну критерии истинно практика да не просто умозрительное заключение хорошо это или плохо там комиссия собирается говорят так или не так практика есть духовные плоды все наш нормально ни один не два много так что духовные гения человечества вы вроде как за них вроде как обеими руками да вот но когда дело касается практической реализации вы как начинаете сомневаться может они не правы все таки может это не то 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 не сомневайтесь проверено и на сегодня есть путь сознательной духовной революции совокупный результат всех многовековых духовных исканий человечества реализацию не требует никаких организационных начал никаких иерархий никаких учителей никаких богов и богинь все это все что происходит с человеком на этом пути каждый способен проверить на собственном творческом опыте и тем самым убедиться в истинности предлагаемого ему варианта работы в нашем творческом багаже имеется много историй духовного становления совершенно разных людей рассказанных ими самими некоторые из них представлены представлены нашей книги о самом главном так что обращайтесь к пусть они станут для вас стимулом в сознательной духовной работе при продвижении по пути неизбежно будут какие-то ошибки временное заблуждение но в конечном счете будет искомый результат так что держать и работаете пока остается лишь признать что мы еще не владеем ключом он не в наших руках точнее мы знаем где он находится но нам не хватает одного совершенного спокойствия которым говорит с евробинда то есть полной покотности божественной воли при любых обстоятельствах и днем и ночью нужно цепиться за эту волю к смирению цепиться как за соломинку и придать все в руки всевышнего господа вот и здесь мать говорит о том что не владеет она или мы еще не владеем ключом который позволяет эту работу совершить на тот момент она действительно еще не владела интегральным методом супра ментальная реализация вернее по ее словам метод ясен шли евробинда оставил его но было но не было пока его должной реализации не было всецелой сдачи в руки всевышнего не было абсолютного доверия божественной сил во всем существе не только на уровне ментального сознания витальном но и на телесном уровне самое главное это основная трудность и усилием воли от проблема не решается напротив волевой то есть эгоистический компонент должен быть полностью исключен а ключ к супер ментальной реализации очень простой сознательно открыться нисходящей божественной силе и полностью довериться очень простой ключ никаких сложностей нету доверились силе не торопите события не вмешивайтесь перс его умом в ее работу оставайтесь просто сторонним наблюдателем и тогда все состоится результат это дело временной разумеется нет силы способны устранить последствия карме их можно лишь преодолеть изменить исчерпать совершив ряд действий но я знаю что супер ментальная сила способна заметно облегчить этот процесс так вот нисходящая божественная сила а тем более и супер ментальный вариант способна творить поистину чудиша лишь стоит есть сознательно открыться вот если говорить об освобождении от кармы то в этой работе на первый план нашей работе духовной выходит практика абсолютного смирения абсолютно ровного приятия всего происходящего в вашей жизни и человек пребывающий в смирении открыт нисходящему потоку божественной силы которая безусловно принимает непосредственно участие в трансформации вашей психологической кармы то что программа которая заложена душой в каждом воплощении для того чтобы вас провести по жизни с пользой с целью чтобы вы реализовали свой духовный талант ты год когда вы открываете с нисходящей божественной силе она и принимает непосредственное участие в трансформации при условии смирения до вашего принимает непосредственно участие в трансформации вашей психологической кармы это наглядно подтверждается после духовного рождения когда большая часть психологических проблем и кармических трудностей попросту исчезает ну что касается телесной кармы интересный карм тут дело обстоит сложнее телесная карма передается детям по наследству от их бездуховных родителей на генетическом уровне и многие проблемные вещи проявляются в детей благодаря их пращурам форме всевозможных соматических и психических недугов трансформация телесной кармы возможно только при установлении стойкого контакта с супраментальной силой способные на генетическом уровне подчеркиваю на генетическом она вносить насколько это возможно коррективы в текущее состояние организма и даже упреждать всевозможные проблемы со здоровьем психическое существо переходят из одной жизни в другую но иногда она воплощается с намерением пережить опыт что-то узнать развить себе что-то с помощью этого опыта а если в жизни в которой должен осуществиться топт она встречается с искажением с небыло приятными обстоятельствами иногда такое бывает инкарнации прекращается душа выходит других случаях душа просто не имеет возможности делать то что хочет и оказывается в дунных обстоятельства дунных не только объективно но и вредных для ее развития и поэтому ей приходится начинать опыт сначала в гораздо более трудных условиях поясню о чем идет речь очень важно тема затронута матерью наша истинная сущность ну психическое существо это то что в общем-то центрируется вокруг божественного присутствия в нас то что несет наш с вами индивидуальность себе да так или не так мы же не все одинаковые то есть психическое что у нас психогенетически но в общем-то формировали сложных воплощениях и не все мы одинаковые понятно наверное это замечательно так вот наши истинные существа или психическое существо многократно реинкарнируется в земном человечестве чтобы в каждом конкретном воплощении пережить необходимой практический опыт способствующий ее эволюционного роста главной целью которого является выход из стадного развития и реализация накопленного но до времени скрытого духовного потенциала чтобы он наконец реализовался в ходе стадной то есть коллективной эволюции согласно кармическому закону в каждом новом воплощении конкретного индивида запрограммирована него земная судьба готовится грядущие события обстоятельства призванные способствовать росту души если духовно одаренный человек подчеркиваю духовно одаренный человек по каким-то причинам как правило в силу эгоистического своеволия существенно отклоняется генеральной линии эволюции то в его жизни происходит событие призванные внести корректировку в кармическую программу с целью заставить слишком увлекшегося миром или уверовавшего свою духовность стоят не человек обратить внимание на истину духовность тонна его жизни болезни несчастные случаи семейные социальные неурядицы прочие жизненные катаклизмы как предупреждающие сигналы призвано заставить такого человека выйти из мирской суеты сделать паузу погрудиться вовнутрь задуматься над истинным смыслом своего собственного существования если же процесс демонизации сознания индивида заходит слишком далеко и дурные обстоятельства жизни как будет мать дурные обстоятельства жизни это безалабенность алкоголь наркотики разного рода преступные наклонности становятся необратимыми то не пробудившаяся душа томящаяся под сподом эго понимает решение прекратить инкарнацию дабы психическое существо не повредилась до такой степени что в следующем воплощение духовной жизни речи быть не может то есть сразу убрать человека по ней ну освободить душу от этого тела до от сознания эгоистического которое способно привести к демонизации души к ее полной атрофии через смет тела душево освобождается внезапная смертельная болезнь как крайние меры кармические педагогики или кажущие случайностью трагические происшествия прерывает жизнь человека окончательно зарывшего в землю вверенный господом ему талант это может быть и вполне обстоятельный обыватель вели состоятельный обыватель до хороший семьянин любящий отец примерный работник добрый отзывчивый не чуждой религии морали поборник искусств и прочей 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 в дух нелепой смерть в расцвете сил окружающие сетуют почему именно он ему бы жить дожить ведь вокруг казалось бы столько всяких людей более достойных смерти до бомжей всяких то пьяниц но вот берут именно этого душа принимает решение в любом случае об оставлении тела чтобы не осквернилась душа окончательно понятно или нет вообще вопросы по поводу оставления тела не задавайте почему как вот в этом случае смерть детей вообще эти темы не должны подниматься никак ты же оставить это просто оставить прерогатива души быть в теле и расстаться с ней а именно этот человек уходит и только потому что а метвел духовно метвел без надежды пробудиться в этой жизни в этом воплощении под благовидной маской эвалируется деформированная духовная сущность через смерть тела это человек спасается проведением исчерпавшим свои педагогические возможности спасаются от еще больше неприятностей грозивших ему в следующем воплощении в случае дальнейшего пребывания на земле то есть минимизируется карма последующие вот этим уходом понятно душа не прошедший эволюционный опыт планируемое при рождении а при рождении планируется эволюционный покидает тело следующие реинкарнации ей как не сдавшие вовремя выпускной экзамен кармически будет гораздо сложнее перед ней будут стоять задачи по трудности своей суммирующие все предшествующие кармические недоработки так что здесь мы все с вами не буду говорить кто неудачники двоечники троечники то есть не сдавшие выпускной экзамен все бывает и так если при второй попытке происходит неудача если сделать то что она хочет то есть душа оказывается еще труднее например душа оказывается в теле наделенном недостаточной воли или извращенным мышлением или слишком эгоистичным и жизнь оканчивается самоубийством это ужасно мать говорит я наблюдала это множество раз это создает жуткую карму и требуется множество жизни чтобы душа смогла держать победу и добиться желаемого условия становятся все труднее каждый раз требуется прилагать все большие усилия так вот осознанное не в состоянии психического аффекта и под воздействием наркотических средств самоубийство как правило совершает человек как правило совершает человек который имеет потенциально сильное духовное начало но столкнувшись с кармическими трудностями эгоистической жизни из-за слабости воли готов лишить себя жизни чтобы неразрешимые как ему кажется в данный момент трудности сопровождающиеся тотальным страхом перестали его преследовать навсегда исчезнуть без следа и памяти видеться единственным выходом из этого непрекращающегося кошмара в который попадает человек вот подобное психофизическое состояние кажущейся безысходности невозможности выхода из психологического тупика полное ощущение зажатости в мертвой точке пространства без каких-либо вариантов движения все это характерно для предродовой схватки предшествующей духовному рождению тяжелому варианту духовного рождения это финальной схватки между могучим мега упорно цепляющимся за свое первенство и зрелым психическим существом который готов выйти на первый план и взять власть в свои руки и в этот критический момент у меня было тяжелейшее духовное рождение самой на тяжелые вальванты в этот критический момент необходимо искренне произнести пять волшебных слов на всю волю твоя господи проблема в одно мгновенно перестает быть проблемой в одно мгновение человек действительно оказывается во власти всевышним он спасен самоубийством следует считать не только сознательное лишение себя жизни в критической ситуации но и потакание пагубным привычкам и пристрастием которые лишают человека психического и физического здоровья все это в конечном счете приводит к смерти тела алкоголизм наркоманец самоубийство медленное но самоубийство убивается душа понятно да мать ужасно да мать говорит что судьбы самоубийство смертные судьбы ужасны и создает жуткую кармическую программу вот этот акт самоубийство создает жуткую кармическую программу следующих воплощений она говорит что требуется множество жизней чтобы душа смогла держать победу и добиться желаемого муж леуробинда как-то заметил что только глупец думает что могила избавит его от вечности никуда не денетесь о самое ужасное что может быть это отсутствие силы мужества неукротимого мужества сколько раз мне говорили я хочу умереть я хочу избавления я хочу умереть а я отвечаю так умрите в себе не хватало только чтобы ваше эго пережила вас имейте мужество истинное мужество умрите в своем эгоизме блестящий скажу вот она страдает это эго который умереть хочет которым все не так все болезнет умрите в эгоизме и все момент духовного рождения как раз по эго смертельный удар наносится она не исчезает сразу но смертельно ранена работа на пути сознательной духовной революции требует от человека мужества требует кардинального изменения всей своей жизни ибо поседневную жизнь и духовной жизни разделять нельзя путь сам по себе революционен а всякая революционность требует большого мужества без революционности нет она просто эфемерна винить своих неудачах своих бедов кого-то кроме как самого себя вернее своего глупо человек хозяин своей судьбы но для того чтобы действительности от хозяином надо помнить что помимо духовного таланта нужно иметь еще и мужество и стойкость иначе твой талант будет заряд в землю становясь на путь ты действительно вступаешь нешуточную схватку со старым насквозь прогнившим миром который не желает выпускать тебя из своих цепких когтей ты вступаешь схватку со своим эго который упорно отстаивает свои позиции заставляете а страдать сомневаться бояться причем до такой степени что впору дрогнуть и желать избавления в смерти выход безусловно есть надо заставить умереть и эго заставить умереть вступив с ним смертельную схватку выстоишь победишь ну я думаю что вам известно весьма поучительная ветхозаветная история о многосадальном йове который был человеком непорочным справедливым богобоязненным и удалялся от всякого зла бог поспорил с сатаной что этот йов праведник не имеющий корысти чтобы испытать его лишил его всех земных благ решил детей лишил здоровья однако йов не дрогнул смиренной мужестью на все перенес и несмотря ни на что остался уверен господом хотя какое-то время в нем еще теплилась эго праведника господи за что сказано было как-то им однажды да в конце концов за эту преданность и верность выборном пути бог вернул и мы детей богатство так что вот слова за что вы никогда не употребляйте не берите пример справедливо чего яд на если бьют есть за что прожив не нужно он вот спросил один раз за что хотя все предел но я праведника в нем было а вам надо вообще чтобы его не был никакого не праведника не грешника понятно то есть это максимум и на шага действительно получает смертельное ранение в момент духовного рождения к на в одно мгновение мы расстаемся со своим прошлым заставлявшим нас мучительно страдать сомневаться в этот момент мы обретаем психологическую свободу свободу от смерти от всех психологических страхов и тревог которые порождаются ею той самой смертью до страхом смерти а это боясь заболеть боясь несчастных случаев боясь за судьбу близких тревожное ожидание будущее прочее после духовного рождения смертельно раненое эго будет еще долго сопротивляться долго будет сопротивляться пытаясь восстановить свои права нашим интегральном существе а потому видеть все его уловки и вовремя пресекать и главная задача искать или истины окончательная победа над эго означает полное единение воли вашей человеческой божественной воли вот тогда все тогда его уже не пикнет подсознательная память о прошлом вызывает непреодолимое желание избежать трудностей и мы совершаем ту же самую или даже большую глупость и действительно подсознательная память о прошлом это довольно тяжкий кармический груз мы даже не предполагаем что он в нас этот груз есть подсознательная память о прошлом тот самый тяжкий кармический груз мешающий нашему духовному становлению невольно заставляет нас в этой жизни искать легких путей в духовной работе а потому старание избежать трудностей ставится во главу угла но это вход не неверно действительно подавляющим большинство людей работа на пути сознательной духовной революции видится как некий феерический взлет к духовным высотам сопровождающийся неизменной восторженной радостью но не тут то было начало активная работа на пути но поначалу шоколадки а в продолжении до неизменно сопровождается непредвиденными трудностями подстерегающими вас буквально на каждом шагу причем практически во всех сферах жизни кармический педагог начинает проявлять свою активность откуда ни возьмись дух возникают проблемы в семье проблемы на работе проблемы со здоровьем и прочее 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 откуда ни возьмись эти временные трудности дается нам на начальных этапов работы как проверка вашей искренности не дрогните ли вы не усомнитесь ли в правильности сделанного выбора если нет то все нормально испытания прошли идем дальше трудности не надо избегать до этого и невозможно сделать надо понимать их целесообразность именно они эти самые трудности точнее их преодолению способствует кристаллизации духа преодоление трудности правильное преодоление преодолев их с полным пониманием целесообразность все происходящее вы обретаете уверенность в работе получает подтверждение и эффективности глубинных переживаний благодати на уровне вашего истинного существа поскольку это карма нужно сделать что-то самому карма это детище эго нужно заставить его работать нельзя сделать все за него в этом все дело карма есть результат действие его стоит отказаться от него и карма очищается так вот до тех пор пока мы живем в эгоистического существования до тех пор пока мы живем в неведении кармический закон исправно действует и носит исключительно педагогический то есть обучающий характер и педагогика его направлен на то чтобы дать нам понять что так жить имеют духовный дар больше нельзя и мы неоднократно убеждались и убеждаемся что как только начинаем своего лечить ну вопреки здравому смыслу и духовным требованиям исповедую эгоистический принцип знаю хочу и буду так тотчас получаем чувствительные удары судьбы в обыденной жизни сфере психического и физического здоровья в частности живя вопреки духовной логике навязывая бесчисленные кармические узлы мы встречаемся с большими и большими трудностями падаем в отчаяние тогда у нас нет иного выхода иного выхода кроме как начать новую жизнь став на путь сознательной духовной революции так принудительным путем кармический завод закон подводит нас духовной реализации принудительным путем заметили меня уж точно принудительным может от добровольно вряд ли я думаю пока есть его добровольно никто в руки господа не сдастся принудительным путем все приходим до если добровольно то там ищут какую-то веселую жизнь вот феерическую добровольно от не получается да только принудительным если по-настоящему ничего не сделаешь вот так все устроено конечно желает не допускать подобного и стать на путь не по принуждению сознательно и при этом как можно раньше ну если получится но слава богу возражать не будем и став на путь сознательной духовной революции умолением эго надо заниматься как можно раньше использовать с этой целью практику смирения практику смиренного приятия всего что пытается нарушить вашу ровность что пытается вывести вас из себя смирение единственный способ умоления бесподлинного смирения не путать с терпением терпение непременно ожидает награды истинная духовная работа невозможна и великий христианский праведник нашего времени поисий святогорец в разговоре с молодой монахини охвачена эгоистическими страстями поразительно точно определил смирение дал мудрые рецепты его обретение вот этот диалог по если говорит твое лекарство состоит в том чтобы вести себя просто смиренно как земля понимать и дождь и град и мусор и плевки если хочется освободиться своих страстей унижение от других помогает человека быстро освободиться своего ветхого я если он их принимает мне геронда говорит монахини от почтительное обращение к статусу геронда нужно много смирения пойди купи есть много людей которые продают смирение даже отдают просто так только бы ты этого желала кто они геронда это люди которые не имеют доброго духовного расположения поступать с нами грубо и своим поведением нас унижает по хорошему мы должны быть признательны тому человек который нас смиряет потому что он самый большой наш благодетель кто в молитве просит у бога смирения но не принимает человека которому ему посылает господь для смирения тот не знает чем просит замечательно скажет вот вам солнцем вот вам жизнь пожалуйста продавцов смирения уйма один наш товарищ замечательно скал я будет своей жене присвоил звание заслуженный работник торговли но смирением естественно так что благодарите заслуженных работников смиряющих вас и только после духовного рождения и последовать на умоление эго кармическая педагогика заканчивается и мы выходим на совершенно новый уровень причины следственных связей тогда кармический закон начинает работать исключительно на накопление вашего духовного капитала не как педагогический закон а кармический закон продолжается но он уже работает на накопление духовного капитала понятно я совершенно другой рот кармической деятельности контакт с природой например трудное путешествие в одиночку во все ее мощи в определенный момент имеет очень сильное воздействие на эго природа обладает силой его разрушить разные организованные паломничество всякое такое достаточно очень небольшого человеческого коллектива чтобы все испортить ну здесь речь идет о том что люди готовы открываться природе оставаясь длительное время наедине с ней неважно в каком варианте это выражается в экстремальном или в размеренном не требуя ничего дополнительного способностью помощью в какой-то мере очистить свое сознание от эгоистических притязаний вас сливаясь природой ты осознаешь что ты ее неотъемлемая часть единство всевосущего становится для тебя порой очень ощутимой реальностью отдыхая летом в деревне я люблю дальние походы в поля и луга четыре часа в одно что на четыре часа в другую я знаю маршрута где они встречу ни одного человека четыре часа в одно четыре в другой восемь часов чудо просто о кое сейчас ничего не делаешь просто идешь без мысли смотришь вокруг птички поют вдоль речки речка вот так вот извивается там все речки то извилистые у нас на в средней полосе они вот все такие аж негодные реки идешь и идешь спокойно тихо четыре часа туда четыре обратно нормально и ни одного человека не встречаешь только дома подходя вот чудо лучшей молитвы не придумаешь а что же касается организованных коллективных паломничество с духовного туризма то это только наносит вред ибо достаточно просто присутствие рядом человека пусть даже очень близкого тебе по духу чтобы нарушить созрцательный покой избить настройку твоего сердца на божественную волну но существует одна поучительная история на эту тему я ее часто повторяю ученик будды как-то упросил учитель взять с собой своего друга чтобы вместе пойти встречать восход солнца буду не возражал устроившись на вершине холма они дождались момента когда солнце появилась из-за горизонта и в это время друг ученика воскликнул чудесно одна фраза не фраза слова даже возвращались все вместе молча а когда пришли домой будда отозвал ученика в сторону и сказал на больше никогда не бери с нами своего приятеля никогда ученик удивился и спросил буду почему тот ответил он слишком много говорит мне приходилось наблюдать шумное коллективное паломничество когда в детальном угаре люди выскакивали из автобуса бежали в храм и к святым источником к мощам стараюсь толпе всех опередить и глядя на эту картину невольно вопросом задаешь и к чему все это чтоб потом кому-то сказать что я был там ты там ты видел тот этот и вам советую а чуть там приобрел то оказывается ответить нечего даже воистину святые места сегодня настолько пропитана атмосферой человеческой суеты и духом торгашества что пребывание там способна принести искинем искателю истины больше вреда и разочарования чем пользы духовной лично я оказывался в интересных для меня местах в том же сарове например большей частью не по своей воле то есть не по своей инициативе правильно сказать так складывались обстоятельства я получил от этого много пользы именно то что мне надо было в какие-то периоды моей жизни то и ко мне приходило вынужденных коллективных поездках в интересные места я всегда стараюсь у единицы хоть какое-то время один побыть полном молчании мог погружаясь как бы всеобразную машину времени чтобы созерцать историческую вечность которая всегда и везде не зримо присутствует на тонком плане бытия вот какой-то старый храм отошел в стороночку да на новгородской земле и там ты в машину времени погружаешь чувствуешь вот что было когда-то вообще вибрации эти чувствуешь вот тихо в молчании нормально потом идешь опять к людям сажают тебя опять транспорт и поехал вот мы свинского посетили александр свинского знаете да были там где мощи александр свинского были да так вот мы посетили в удивительное время конец октября проливной дождь холод мы приезжаем никого нет представляете вот чудо то есть четко было выбрано времени мною конечно вот поедем конечно погода буду какая погода чем тут поход вот побывали сейчас они эти мощи окажется в ком-то другом храме а когда мы были там был храм небольшой с левой стороны вот озеро потом там храм и когда я вошел в этот храм то там особо ничего не чувствовалось а слева предел дверка такая предел храм как только я к этому дверку предела подошел так сразу плотная благодатная атмосфера просто страшно благодатная плотнейшая атмосфера вот там мощь покоились вышли оттуда я ну спрашиваю ну как пусть альсан васильевич когда там вот чего-то такое ничего нигде не был не вот никогда не чувствовал такого ну там я тоже почувствовал вот эту плотность совершенно удивительная плотность благодатная фантастическая плотность так что к свежком иногда заходите в осеннее время дождливую погоду а что не летом это толп туда устремляется мать о главной трудности с от прямо в тебе есть некая витальная зона еще слишком материальная тесно связанная с разумом область подверженное влияние обстоятельств и глубоко верящие в эффективность внешних мер и методов она-то и сопротивляется подлинной сдачи так вот из от прямо было действительно очень мощное витально ментальное г глубоко верящее в то что в духовной работе ощутимые результаты могут быть достигнуты только непомерным каторжным трудом с использованием всевозможных трудоемких методик например тантрических что перемена мест обитания может чудесным образом помочь приобрести духовный капитал в это он тоже верил с таким изощренным мега тотальной сдачи всевышнему речи быть не могло мать это видела она прекрасно это понимала это типичное заблуждение эгоистичных людей в одночасти надумавших духовно совершенствоваться и ожидающих скорых результатов от предпринимаемых ими мероприятий методических ухищрений мать отнюдь не препятствовала тому что делал сад трем ибо понимала что истощив себя он на собственном опыте должна разувериться в тщетности предпринимаемых усилий упереться в стену и тогда наконец сдаться пусть делает она его не останавливала замечательно вот очень хороший таскать у был выбран вариант работы с от прямом у нее понимаете не останавливала не увещевала поняла что ему надо наесться до тошноты всех этих трудностей чтобы он потом сдался кстати он был курильщиком ваш раме запрещено было курить вообще мать ему давала филипп морис сигареты в тайне от других он покуривал там ему можно было это он вспоминал потом а не понял нет она ему давала сигареты чтобы он курил а то мучается бедной вот бескурия вода она ему давала и видим он там тайна где-то курил там в туалете в уличном не ватар клозете а там где-то понятно вот то есть ему она хорошо относился она понимала что он нормальный парень но надо чтобы он эго истощил вот по жизни заморочками с большими не препятствовала но совет все ждавал и терпеливо ждала когда же он наконец-то истощится выборе внешних средств правда я обычно выслушает советы вроде бы с ними соглашается но все равно все по-своему делает выслушивал ее соглашался но опять делал все по-своему вот неоднократно подолго отлучался за шрама чтобы где-то на стороне испытать что-то новое необычное но неизменно возвращался разочарованным со старым багажом и старыми проблемами так что маловеры прислушайтесь кроме как смиренно сдаться в руки божественной силы нет никакого иного метода обрести истинное бытие сдайтесь и все не надо никаких методов не надо ничего искать не надо никуда ездить сдайтесь доверьтесь и дальше она говорит но однажды это надо сделать и действительно сейчас нам выпал случай встречающийся раз тысячу лет нам дается сознательная помощь свыше и необходимая сила действительно сейчас проблем стяжать эту божественную силу и сознательно открытие больше не существует то есть небеса сегодня сами сходит на землю как туман небо сегодня на земле каждой точке пространства есть напряженность божественной силы такого никогда не было в истории земли не надо к ним тянуться как это делали духовные искатели раньше в древности вот если будете тянуться куда-то к небесам значит будете бегать от божественного присутствия в своем сердце вот так потерпели крат религии в частности мусульманская религия искали бог там инициировался психогенетический восходящий поток божественного присутствия в себе увы не открывали понятно верно да посыл ты были правильные сам пророк родился в духе безусловно какие откровения имел но последователь тянулись туда к богу который там понятно вот беда всей религии целом я не говорю о другой религии от этой самой православной я историю монаха вам молодого до говорил монах молодого среднего возраста когда рассказал ничего это мне нашел ток стал открываться поток пытаясь молчать в уме у меня голова заболел значит там тоже к небесам тянулись то вот туда там бога искали так что сегодня все религии едины в одном духовном бесплодие все абсолютно они одинаковы вот время хорошей кой наступил абсолютно все понятно все точки над и расставлены так что чем заниматься сегодня знаете как заниматься тоже знаете результаты есть если нет непременно будут так вот сегодня до открыться этой силе сегодня очень просто мы с вами прекрасно знаем вот сегодня перед сном если кто не открывался или поглядели на кончик нос если почувствовали что-то в макушке шевелится вот она сила она тут рядом сегодня ночью буквально может вечером убедиться в ее присутствии над вашей головой вот самая большая трудность сегодняшнего времени для искания вы искать и личность сайт том что в мире слишком много соблазнов способных отвратить человека от духовной работы сбить его с толку и увести с правильного пути рынок духовных услуг духовных ну естественно в кавычках сегодня переполнен сказочными предложениями принятие которых неминуемо ведет духовно одаренного человека прямо в погибель по сути большинство людей живет как в тюрьме закрыв все окна и двери они опасаются что случится когда откроется окна и двери они начинают бояться люди боятся потеряться в свете и в свободе они хотят оставаться как они говорят сами собой им нравится ложь и рабство какая-то часть людей просто привязана к рабству действительно подавляющее большинство людей желают тихо и безболезненно жить в своей эгоистической скотлупе в эгоистическом затворе дабы не нарушить свой смирлящий покой они страшно опасаются свежего воздуха или свежего ветра правильской от истины даже ее маленького сквознячка боятся иногда некоторые люди признают что им страшно долго смотреть на ночное звездное небо их страшит беспредельность который вносит их сознание из тела пребывание в замкнутой эгоистической скотлупе вызывает у человека иллюзию безопасности надежной защищенности от всего и вся который может ему повредить люди во что бы то ни стало инстинктивно хотят сохранить свою малость эгоистическую свою обособленность от этого мира истинно разрушающих представление о себе и о мире в котором они живут их страшит поэтому они готовы тысячи раз умирать в рабстве у эго чем однажды совершить грандиожную революцию в собственном сознании обрести наконец истинную свободу а их физическое тело это застойное энергетическое болото энергетическое болото который со временем так заболачивать что превращает их жизнь в долгое мучительное существование избавление от которого расставание с телом то есть смерть избавляет от всех забот и тяга и телесных всяких вот расстройств и так из воплощения для неготового к духовной работе это явление нормальная на духовно одаренном индивиду это грозит многими серьезными кармическими неприятностями когда люди говорят что хотят остаться сами собой это означает духовное самоубийство судя по моему личному опыту говорит мать стоит всецело обратиться прямо к всевышнему и все что нужно произойдет само собой например если оставаться открытым и каждую секунду сознательно желать чтобы выражалась лишь воля всевышнего тогда все получится не желать чего-то осознательно желать чтобы выражалась все время боли всевышнего весны тогда все необходимое вот вашей жизни сию минут на необходимое там в будущем она будет реализовываться естественным простым безусильным путем и действительно с какого-то момента какого-то момента обыденная повседневная жизнь человека выбравшего для себя путь сознательной духовной революции проходят под неусыпным контролем божественного ока но для этого необходимо постоянно оставаться открытом нисходящей силе то есть не испугивать ее умом ум должен помалкивать и в таком случае в каждый текущий момент времени выражается всевышняя воля которая так выстраивает вашу жизнь что ничего могущего повредить вам и вашей душе не может произойти буквально буквально каждодневно в твоей жизни происходит множество маленьких чудес каждый день которым ты не перестаешь удивляться от того сама жизнь становится одним большим чудом полезные встречи знакомства интересные поездки нужные книги и вещи образуются как бы сами собой без твоего активного участия и хотения а то что бывает нежелательным так и остается несостоявшимся например тебе тебя настоятельно просят а встречи но ты знаешь априори что она бесполезной даже вредна однако все же вот почему-то даешь на это согласие хотя мог бы сказать нет на тоже уметь говорить нет понимаете даешь на это согласие смиряешься в результате предполагаемые встречи по каким-то независима тебя причинам срывается и больше не нет речь ты согласился она не состоялась тут один человек мне рассказал бы да у меня была ситуация очень неприятно я понимал что эта встреча принесет мне много неприятностей ну из наших вот те кто по пути шел вот и потом говорит ну я согласился вроде бы скрипя сердца на утро узнаю умер этот самый корреспондент все вот видите вот таким образом иногда вот чудесным разрешается ряд событий то есть заранее он уже умер там на тонком плане был предпринято решение он согласился видите ну а вот тут уже умер там приговор подписан уже вот как все складывается вот как чудесным образом совершенного непонятно но вот так бывает так или еще одно маленькое чудо мне как-то в течение текущего дня надо было решить одну проблему решение которое зависело от человека которого необходимо было во чтобы не стал найти именно сегодня я не видел этого человека несколько лет не общался с ним даже по телефону я уже он выстроил четкий алгоритм действий чтобы через третьих лиц раздобыть его телефон ну и установить с ним контакт меня попросили я пообещал это не для себя это дело то что я пообещал человеку устроить эту встречу вот но господь упростил решение проблемы просто упростил то есть найти этого человека только чудо могло помочь причем чудо такого запредельного характера возвращаясь с работы вечером в час пик многолюдном метро на пересадочной станции навстречу мне идет этот человек там народу всегда много а вдруг вот как по два поезда народ схлынул идет человек я бы в толпе может его бы и не увидел идет прям навстречу напрямую представляете но это вот невозможно себе представить чтобы в пространстве во времени совпало то что мне необходимо вероятность вообще нулевая помнишь маш я естественно тихо удивился а он оказывается оказался здесь случайно вот кавычках именно в это время ехал в мастерскую по ремонту чего-то находящуюся в диаметрально проположном месте от его дома он вообще живет в другом месте где ли у нас что-то сломалось но мастерская именно здесь то есть заранее что-то сломалось мог увидеть люди насколько так вот глубоко все формируется ну прямо хоть стой хоть падай так интересно нет ни один случай я просто говорю об этом случае потому что он уж очень такой вопиющий таким образом мы совпали совпали в пространстве времени до десяток долей секунды попробуйте возразить что это не чудо и так во многом разрешение почти всех проблем происходит как бы само собой вернее большей части проблемы не возникает этим занимается исключительно божественно проведение проблем нету когда говорят нет проблем но вот это на языке то нет проблем на самом деле вот новой жизни проблем нет то есть они разрешаются до их материализации на физическом плане где-то на тонком плане они возникают и там же нейтрализуются на тонком плане они обязательно там должны возникать но нейтрализации не ты занимаешься то его участие никакого нет этим заключается занимается исключительно божественное водительство в основе всего этого лежит твое согласие на все в любой ситуации быть искренним готовым принять все худшее но по человеческим меркам что тебе преподнесет жизнь на все готов все топ твое согласие требуется тогда проблем никаких нет а господь сам распорядиться как тому будете а потому худшего не происходит так что согласитесь умереть будете жить вечно а когда чет боитесь осторожней хитрить и умничать то всегда делайте ошибочный выбор в результате получаете неприятности